всем привет добро пожаловать на мой канал в первой части этого видео я вам покажу памятник мечи в скале а также жилой район который прилегает к этому месту кстати очень интересный жилой район в плане архитектуры и так вот он памятник мечи в скале был он воздвигнут в 1983 году в честь битвы при хаперсфьорде в 872 году когда король харальд прекрасно волосы объединил норвегию и при этой битве он победил более мелких князь кофа господствующих разных местах норвегии памятник знаменует эту битву самый большой меч это сам харальд прекрасно волосы а другие мечи помельче это другие книжки поскольку мечи подкнуты в скалу это признак перемирия это меня то что больше кровопролития не будет своеобразный символ это место называется мели бухта бухта мельничная бухта я бы сказала и летом здесь будет проводиться фестиваль викингов и также очень много конкурсов и соревнований надеюсь что мы туда попадем этим летом день выдался пасмурный промозглый довольно витренный и холодный однако прогулка все равно состояла сейчас я вам покажу что мы увидели по дороге какие интересные архитектурные решения вот это первый дом смотрите насколько он интересный даже издали минуя бог то вы попадаете на туристическую тропу и если вы по ней продолжаете путь то по сторонам наблюдаете очень много оригинальных домиков и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Можно ли пить воду из-под крана Норвегии? Что по этому поводу говорит наука? Но давайте же разбираться. Вода в Норвегии считается очень чистой. То есть здесь практически нет воды, которая бы пахла хлоркой. Ее добавляют в каких-то количествах, но это минимально, потому что вода изначально чистая. Я ни разу здесь не наблюдала вот именно пахнущую хлоркой воду. Но я знаю, что меня смотрят люди из Норвегии, которые живут в разных местах, в разных частях этой страны. Кстати, напишите мне в комментариях, как у вас вообще с водой. Пьете ли вы ее из-под крана, где бы вы ни жили? Это, кстати, интересный вопрос и довольно существенный. Доверяете ли вы властям и можете бы ее пить из-под крана. Поэтому в Норвегии большинство людей пьет воду из-под крана. Ее подают в кафе абсолютно бесплатно. Набирают вот именно в графины. И можно брать воду. Какой здесь момент присутствует? То, что если вода изначально и чистая, но трубы в Норвегии давно не меняли, они старые, и замена происходит очень медленно. Все это ведет к тому, что один литр из трех просто пропадает при протечке. Поэтому, если вода непригодна для питья, власти, либо ваша коммуна, да, власти вашей коммуны известят вас, что с этого момента вам надо кипятить воду. Потому что есть регионы в Норвегии, где очень часто случаются вспышки заболеваний, связанных именно с загрязненной водой. Почему-то этим грешит Берген. И вот в части вокруг, или в городке коммун вокруг Бергена, там была вспышка, как это называется, болезнь бактерии Гардия. Даже паразиты, наверное, я точно не уточню. Гардия Джардия в 2004 году. Очень многие люди, кстати, долго потом отходили, многие годы от этой болячки. Затем у них были часто кишечные инфекции, кишечные бактерии, коли у них были вспышки, потом кампилобактерии. Постоянно то одна коммуна, то другая. То есть у них там проблемы с водой, вот в районе Бергена. Затем, очень многие, кстати, покупают фильтры и устанавливают довольно дорогие фильтры, вот именно на саму водопроводную систему в своей квартире, либо доме. Но власти считают, что доверять норвежской воде можно и нет смысла покупать питьевую в магазинах, потому что там она в основном продается в пластиковых бутылках, в пластиковых бутылях. И это тоже не очень полезно для нашего организма употреблять этот пластик, сколько там эта вода находилась в этом пластике. Поэтому уже каждый решает сам. Касательно меня, то я одно время, кстати, покупала фильтрованную воду, не фильтрованную воду, а покупала именно фильтры для воды, но потом это дело бросила. Забросила как-то, ай, подумала, ладно, уже. Есть и проблемы посущественнее, скажем так. Если же совсем углубляться в эту тему, то недавно вышла книга норвежского автора по поводу воды, называлась она «Санхетны и гласы», правда, в стакане. И там автор утверждал, что в 89% проба воды в Норвегии будут найдены остатки глифосата. Это химикат, который добавляется в средства от сорняков, борьбы с сорняками. Он сейчас присутствует абсолютно везде. Но именно эти были пробы из рек и ручейков, а не питьевой воды. Также в пробах воды в Норвегии часто можно найти микропласт. Микропластик получается. А вот довольно известная марка воды. Стоимость 1,5 литра, 18,90. Вот еще хочу показать вам воду. Чистую воду, 5 литров. Литр стоит 5 крон 58 евро. Если учитывать, что 1 евро, это примерно... Очень интересный момент, который я хотела затронуть. Раз уже пошла такая пьянка, и мы режем не последний акурец, связанный со здоровьем. То в Норвегии есть проблема с радоном. Радон это невидимый радиоактивный газ, который не имеет ни запаха, ничего. Этот радиоактивный газ выделяется при распаде урана. А уран присутствует во многих горных породах. Самое большое количество радона вообще в природе в мире как раз-таки находится в Норвегии, Швеции и Финляндии. Из-за особого состава горных формаций в этих странах. Радон в Норвегии есть везде. Просто есть зоны, где его больше, чем в других местах. Радон очень опасный газ. Он увеличивает риск заболевания раком легких и вообще всевозможных легочных проблем. Считается, что каждый год в Норвегии выявляют 370 случаев рака легких, которые связаны именно с радоном. Особенно если вы курильщик, еще заодно вы являетесь потребителем в кавычках радона. То есть вы постоянно испытываете на себе его влияние, этого радона. То риски вообще очень повышаются. Поэтому это серьезная проблема. И 10% всех жилых помещений в Норвегии являются в зоне риска. Вот именно загрязнения радоном. Обычно фирмы проверяют дома. Есть очень много фирм в Норвегии, которые как раз таки занимаются пассивным измерением радона в помещениях. Вы сами это можете частно заказать. Особенно опасны те жилые помещения, которые являются старыми. Где не проводилась замена вентиляционной системы. Где много подвальных помещений, цокольных этажей. Вот это самые опасные зоны. Ну и как же без собственного примера. Расскажу вам свою историю. Знаете, сразу же вспоминается фильм Эрин Брокович. Не совсем. Кстати, тема очень созвучная. У меня как-то... Я же живу в съемном жилье. И у меня в принципе цокольный этаж. Но он не совсем прям такой цокольный. Он не подземельный. Но все-таки это первый этаж. И тем более, что наш дом вообще находится практически у скалы. А скалы, как мы понимаем, фонят. В Норвегии особенно. И вот у меня был такой период. Не то, что период. А у меня так периодически появился. Этот период у меня периодически появляется. Период периодически. Ну, таптология, извиняю. Прошу прощения. Когда вот у меня были проблемы с дыханием. Ну, это просто вот тяжело дышать. Обычно это у меня длилось где-то месяц. Тяжело дышать. И не могла найти причину. Но я подумала, так, надо точно замерять этот роддон в помещении. Потому что что-то мне здесь не нравится. Тем более, помещение старое. Дом у нас 1914 года. Рождение. Производство и создание. Особо там ремонт не проводился в этом помещении. И я как раз-таки послала пробы на анализ. У нас в моей квартире с роддоном все в порядке. То есть там его уровни очень низкие. Не опасные для жизни. Но вот просто вам привожу пример. Анализируя, анализируя вопросы на стриме, где люди напомнили мне про клещей. И то, что я рассказывала о них в видео. И, похоже, очень впечатлились, что даже испугались на этом фоне медицинской системы в Норвегии. Помимо клещей, на кого еще стоит здесь обратить внимание? Какие опасности еще вас подстерегают в этой стране из-за набора вот именно живностей? Итак, в Норвегии есть только три типа змей. То есть три вида. И только гадюки из них являются ядовитыми. Вот гадюк стоит опасаться. Их здесь довольно много. По крайней мере, в зоне, где я живу, как только выходит солнышко, наступает теплая весна либо лето, они любят греться на камнях, на скалах. Поэтому здесь надо, конечно же, держать ухо востро. И глаза тоже должны быть очень широко распахнуты. Затем, еще помимо клещей, в Норвегии есть такие насекомые, которые называются олени кровососки. Они чем-то напоминают мух. Кровососущие, обитающие на лосях, на косулях, на оленях, иногда на коровах и на другом скоте. Они обитают в тех же самых ареалах, где есть скопление барлиозных клещей, переносчиков болезни лайма. Поэтому те же самые олени кровососки, как согласно исследованиям, в 80% они тоже могут переносить болезнь лайма. Поэтому бдите. Болезнь лайма включает не только барлиоз, там есть и другие клещевые инфекции, помимо барлиоза. И вот именно олени кровососки славятся тем, что они заражают людей такой болезнью, которая называется бартанелла. Она опасна тем, что обычно считается, что люди ей не болеют, а только кошки, либо собаки. Поэтому очень мало на нее анализов. Практически нет. И никак ее не лечат. На этом я заканчиваю это видео. Надеюсь, было вам информативно и интересно. В следующий раз я уже сделаю, скорее всего, более житейское видео, такое жизненное, без баек и страшилок. Просто реальные факты, объективность. Ну, а на этом я с вами прощаюсь из-за такой вот суровой и сказочной Норвегии одновременно. Субтитры создавал DimaTorzok